Здравствуйте всем! Вышла немножко пораньше, как и обещала, около 17.00, пока у меня есть времечко. Свободная минутка появилась, и я уже давно обещаю рассказать про свой опыт регресса, поэтому понимаю, что сегодня праздник на территории Российской Федерации, но есть у меня подписчики, которые не отмечают праздник государственный, поэтому есть те... Здравствуйте! Всех приветствую! Кому интересна будет информация сегодня, я поотвечаю на ваши вопросы, которые поступили. И сегодня я обещала рассказать про опыт регресса, и очень интересные были вопросы сегодня, как начать путь в астрологии, что я делала по своей карте, как всё поменялось. Ну, то есть такие очень интересные вопросы, и поэтому начнём, в общем-то, с разных. Пока присоединяемся, пока присоединяемся потихонечку, я, наверное, поотвечаю на некоторые вопросы, а потом, когда настанет больше, я расскажу про опыт в регрессе, что это такое. Может быть, кто-то слышал, кто-то не слышал, кто-то боится, кто-то не боится. Я выскажу свою точку зрения, что я по этому поводу думаю. Ну, в общем-то, вот таким образом. И, наверное, давайте пока... Наверное, давайте я расскажу прямо сразу про опыт регресса, потому что, может быть, те девочки, которые задавали вопросы, присоединятся попозже. Иногда Инстаграм не уведомляет о том, что прямой эфир начался, поэтому кто-то может не успеть. Но, если что, посмотрите в записи. Всех рада приветствовать и начну вообще про регресс. На самом-то деле, что это такое, ну, то есть, как я для себя это транслирую. И кто читает мои сторис, очень был хороший такой вопрос. На самом-то деле, действительно ли так хороший регресс, как описывают его, что, то есть, с помощью регресса можно изменить там что-то в своей настоящей жизни. Вот, и, соответственно, я хочу свою точку зрения высказать, что все методы психологические, эзотерические, ну, вот тут, в общем, логические, то есть, они все хороши. Для каждого подойдет свой метод. Вот, я расскажу про себя, и мне подходит метод работы с расстановками. То есть, я начала ознакомиться с расстановками по хейлингеру вначале. Когда это такое, как информационное поле, ты приходишь, там есть люди, которые, то есть, мастер рейки, да, или мастер-растановщик выбирает, то есть, человек приходит, рассказывает какую-то свою историю, что его волнует это, это, и, соответственно, специалист, к которому вы пришли, он назначает определенную роль. Это могут быть чувства, это может быть просто персона в вашей жизни, и происходит какое-то такое некое колдовство. Открывается, как мне кажется, вы знаете, какой-то такой энергетический портал, с которого считывает информацию, вот, как раз-таки, мастер. Есть особо чувствительные люди, которые часто участвуют в таких расстановках, и они тоже считывают это. И вот происходит такое волшебство, то есть, раскручивание вашей ситуации, почему, то есть, корней ситуации, да, почему это все у вас так происходит. И действительно, как сейчас очень многие из вас, те, кто развивается, видят, что корни некоторых наших психологических проблем, которые мы имеем вот в нашей такой, во взрослой жизни, они в детстве, либо же генетически передаются нам по роду, от роды мамы, от роды папы, то есть, там, бабушки, дедушки. Мы это все впитываем, да, ну, то есть, это вот как такая некая субкультура у каждой семьи, и, соответственно, рождаемся с некими, ну, то есть, и идем мы с этим опытом. Поэтому, что такое регресс? Регресс, это на самом деле какое-то, наверное, чудо, да, тоже. Я вам сразу скажу, то есть, я ко всем этим, когда я только узнала, что такое регресс, я думала, ну, какое-то вообще, что это такое? То есть, это какое-то, наверное, действительно, это опасно, это страшно, потому что у нас всегда все страшит то, что мы не имеем о чем понятия, мы не знаем, то есть, страх неизвестности такой некой. И мне было тоже реально страшно, потому что я понимала, что вообще, куда я иду и что это такое. То есть, для меня это было ощущение, что это был какой-то, ну, то есть, похоже на гипноз, потому что гипноз, как по-моему, да, то есть, это уже внедрение в, ну, вот сознание человека, ну, по крайней мере, я так считаю, что гипноз гораздо страшнее, чем регресс. Нет, речь о регрессе, не о гипнозе. Речь я сейчас рассказываю, то есть, про гипноз я ни разу не пробовала гипноз, и почему-то мне не хочется его пробовать, потому что здесь, как мне кажется, мы не подвластны вот именно над собой, над своим сознанием, потому что какой-то другой человек вводит нас в состояние транса, и что мы там делаем в этом состоянии транса, и что интересно, когда я задумала эту тему регресса, я прям, не знаете, стала пространство давать очень интересные даже фильмы, сериалы, мистические такие, как раз-таки про гипноз, про это все интересное дело, и, конечно, когда ты, ну, то есть, понимаешь, что об этом даже снимают фильмы, наверное, доля истины в этом есть, и очень много неизвестного в нашем мире, да, для нашего сознания, наш мозг изучит там на 10%, и на что он способен, мы тоже не знаем. Поэтому, естественно, мы еще многого не знаем, и нам нас это застрашит. Но вот по поводу регресса, то есть, я свое мнение, по поводу гипноза, мое мнение такое, да, то есть, это действительно, наверное, такой очень серьезный метод, вот, ну, я не знаю, да, скажем, лечит он, не лечит, но это довольно-таки серьезно. Что такое регресс? Регресс – это когда вы работаете с проводником. Фильм, вы знаете, это наш советский, он очень старый, 2006 года, там снимается Егор Бероев, Гафт еще был жив, ой, 9 заповедей, или 9, не помню, честно, я потом, если, напишите мне потом в директ, я вам дам название. Он такой старый, ну, интересно, захватывающий такой. Так вот, то есть, что такое регресс? Регресс предполагается, что мы проживаем много жизней. И вот, кстати, в этом фильме, что интересно, там как раз-таки говорили, что, ну, такая фраза прозвучала, что на самом деле мы там, да, в измерениях этих идем с одной жизни до другой, и существует такая теория, что нашу память с прошлых жизней специально блокируют таким каким-то, как выключают, неким таким, как это, предохранителем, чтобы мы не испытывали те боли, которые мы проходили в прошлых жизнях, да, то есть наше сознание какое-то такое, ну, какое-то, которое мы не понимаем, оно нас защищает от того, от того, от того, который опыт мы пережили. Я вам скажу, ну, то есть, на самом деле, наверное, это так и есть, потому что, например, наш народ, да, который вот на европейской части мы там, да, скажем там, те, когда мы жили, у нас был Советский Союз, у меня вот, честно вам скажу, когда я даже сегодня, то есть информацию про войну Великую Отечественную, ну, казалось бы, я не участвовала в этих событиях, да, там, да, но вот когда я смотрю про войну, когда я смотрю про подвиги, когда я смотрю, как люди друг другу помогали, как они выживали, у меня невольно это вызывает всегда слезы. И мне кажется, что я все-таки, наверное, где-то, наверное, в прошлых жизнях действительно пережила это, потому что я не могу спокойно слушать, там, эту песню «День Победы». Я не могу спокойно сейчас смотреть фильмы про войну, потому что у меня просто, ну, может быть, конечно, у всех так, да, то есть это просто какая-то такая солидарность за наших предков, но мне кажется, что большинство из нас, кто живет сейчас, наверное, все были так или иначе участниками этих событий. И поэтому в нашей памяти это как-то вот так сохранилось. Потому что когда один из опыта моего регресса был, я там тоже была солдатом молодым, который погиб. Ему он был там совсем молоденький, да, то есть у него были планы, причем, ну, сейчас расскажу, да, то есть что такое регресс. То есть когда вы просто погружаетесь в какую-то очень приятную музыку, вы погружаетесь под голос проводника, который обладает, да, вот какими-то некими этими способностями вас провести. И под вот эти звуки, под музыку какую-то такую, под чарующие голоса этих людей, потому что голос, вот, видите, да, вы так же. То есть под этот голос мы, ну, то есть у нас в голове какие-то, я не знаю, как это происходит, но в голове происходят какие-то, знаете, ну, то есть как фантазии. То есть на самом деле я вначале думала, что я смогу просто это, как вот, профантазировать, да, думаю, сейчас я заставлю свое сознание вот нафантазировать именно это. То есть почему мне вот именно эти образы идут? У каждого по-разному. Тот человек, который обладает очень богатым таким духовным миром, как мне кажется, и в основном нептунианцы, те, у кого сильный канал рыб, мне кажется, им гораздо легче участвовать в этих регрессах, и они до такой степени потом описывают те состояния, проживали там до мелочей, что они видели, как это было все в прошлых жизнях, во что они были одеты, какие-то такие мелкие детали, они до такой степени это ярко описывают, что действительно, ну, придумать это кажется, что невозможно. И я не знаю до сих пор, да, то есть я очень много регрессов проходила, я проходила регрессы, когда, ну, то есть, тематические такие на отношения, потом регрессы, которые были посвящены, ну, вот такой благосостоянию рода, и были всегда очень разные такие картины, и то есть это всегда было все по-разному, то есть, и сейчас вылетела у меня мысль с головы, ну, в общем, когда вот специалист вас мягко ведет, например, да, вы представьте вот это, представьте это, то есть, и у вас вольно-невольно возникают какие-то образы, вы не можете их объяснить, почему именно этот, иногда проводник, вот тот, который регрессолог, он вам просто говорит, да, что вот вы сейчас заходите туда, что вы видите, кого вы видите, то есть, да, ну, там, вот свои ощущения какие-то, что вы чувствуете, а что бы вы сделали, ну, и, конечно, интересный такой момент регресса, когда регрессия уже приходит, то есть, когда вы видите ту прошлую жизнь, и, например, вы увидели свою кончину, какую-то там преждевременную, или, например, те отношения, которые бы вам не хотелось, да, иметь, или, ну, ту работу, или вообще, ну, какая-то ситуация в этом регрессе, которая вас, например, ну, не устраивает, то как раз-таки регрессолог говорит, ну, давайте мы это изменим, давайте мы это изменим в другую сторону, то есть, и многие считают, что если я там изменила, то значит, как-то вся моя жизнь пойдет, ну, совсем по-другому, ну, конечно же, нет, просто мы, получается, как бы даем себе разрешение, ну, это я как считываю, да, то есть, я вам рассказываю свое субъективное мнение, мы это можем считывать, как я себе разрешаю в этой настоящей жизни, ну, то есть, вынести тот опыт, который был вот в той жизни, потому что, на самом деле, вы там проживаете еще какие-то чувства свои такие с плюсом, с минусом, и вы даете себе разрешение, например, что, а я не хочу, чтобы у меня было вот в настоящей жизни вот так, как там, да, то есть, вот на их прошлых воплощениях, я хочу это изменить, я хочу, чтобы у меня в этой жизни это как-то поменялось и было совсем по-другому, и это, конечно, очень интересный опыт, потому что, и, в общем, это не страшно, самое главное, да, то есть, потому что вы находитесь в сознании, ну, просто вы с закрытыми глазами, у вас идут какие-то картины, то есть, вы, соответственно, очень интересно, когда, например, иногда нужно будет записать прям свои мысли, да, ну, то есть, например, регрессолог вас ведет, и он говорит, что, а сейчас вот запишите, пожалуйста, вот те мысли, которые вам пришли в голову, то есть, и вы записываете, потом, когда регрессия заканчивается, это такое своего рода, так как тоже, знаете, работа с подсознанием, с глубинными вашими процессами, что на самом деле у вас там есть, да, опять-таки же, еще раз повторюсь, то есть, я очень глубокий скептик, и так как я не могу это проверить, да, то есть, но, тем не менее, это есть, и этот опыт был очень интересный, я сделала, то есть, один из регрессов, я не помню, по-моему, на каком-то прямом эфире я рассказывала, и, может быть, я своим ученикам рассказывала, я вообще с самого детства, вот в этом, да, воплощении, скажем, в этой жизни, то, что вы меня видите, слушаете, я была очень самостоятельным ребенком, и всегда, то есть, за мной там не смотрели, такое ощущение, что я там сразу родилась, да, практически, и там как-то вот родители со мной не знали никаких там проблем, чтобы как-то мне там направлять, наставлять, ну, как будто я вот родилась уже таким самостоятельным человечком, который сам там решает за себя какие-то учиться, то есть, его не заставляют, если что-то сделать, его не заставляют, то есть, он сам как-то берет на себя ответственность, и каково было мое удивление, когда в одной из регрессий, то есть, я представилась, мне образ причем понимаете это выдумать невозможно то есть это просто невозможно придумать я бегу такая же русоволосая то есть да то есть только девочка 14 лет по какому-то полю босиком вижу какой-то город вот знаете такие каменные города которые еще плющом вот так вот ну то есть вот будто он так зарос этим плющом забегаю в этот город и как только забегу начале я бежала по полю такая радостная все остальное но и я тут забегаю и я понимаю что я забегаю домой дома никого нет и это не знает невозможно знаете вот как вот мыслите видимо приходят ощущения что вообще происходит ты попадаешь в эту ну скажем вот в эту реальность и в этой реальности вот которую я попала в ту жизнь я понимаю что у меня нет родителей они погибли вот что-то с ними случилось и это знаете это был где-то девятнадцатый век вот девятнадцатый восемнадцатый и недавно у меня умерла бабушка то есть вот я это все в регрессии как будто я это осознаю и я сейчас живу одна то есть да мне 14 лет и я работаю подрабатываю то там то там я там шью то есть вот кому-то помогают то есть какой-то швей и у меня есть такой некий вот в в той жизни у меня некий есть как это сказать такая мечта открыть свое отелье ну потому что я помогала там всем ну то есть представить я вам рассказываю сейчас то есть это выдумать но я это не выдумала просто не сидела и не сочиняла эту историю жизни это вот просто я в регрессию одну сходила вот такая история вот она мне пришла и оттуда я взяла нужно было взять оттуда до что-то и я поняла почему я самостоятельно да то есть потому что я была самому то есть с такого возраста подростка то есть мне пришлось зарабатывать на хлеб самой себе я не знаю почему там никто никаких родственников не было да то есть и мне в принципе то есть но какие-то люди помогали я тут там подрабатывала да там подрабатывала в итоге в этой жизни в той жизни я открыла все-таки свое отелье я даже представляла то есть это все там и лестница посреди моего холла и у меня муж был хороший но мне то есть регрессовала хотели бы что-то изменить но конечно я хотела бы до изменить я хотела бы чтобы мои родители были остались живы то есть но и вот так вот интересно это все проживается то есть поэтому регрессия это вот про это да то есть про некий такой наверное какой-то волшебный мир не всегда регрессии бывают такие приятные мне еще интересно хочу с вами поделиться то есть в одной из регрессий я на самом деле вот всегда мне был интересен ландшафтный дизайн в этой жизни вот я живой мне очень интересно всегда мне интересно смотреть на красивые здания мне ну то есть я бы наверное если вернуться я бы хотела быть там ну скажем таким как это архитектором да который вот красиво все это делает чтобы и вообще мне всегда нравятся и картины именно такого ландшафтного дизайна не просто природа а красивые здания и вот когда тоже вот очередную регрессию сходила то есть оказывается я там была то есть я там была архитектором который строил белокаменный какой-то город то есть ну вот тоже да интересно причем потом матери то есть там еще и года иногда всплывают то есть цифры и когда я пошла смотреть то есть там действительно то есть вот именно в этом в этом каком-то до тысячелетий там столетие был ну какой-то там архитектор который там белокаменные здания в общем насколько это правда насколько это то скажем наша фантазия такая да наши подсознательные программы какие-то пласты которые мы поднимаем как мне кажется то есть это какие-то может быть наши истинные запросы истинные желания то есть те которые вот мы проживаем те какие-то боли которые мы когда-либо получили даже самого детства да например вот как мне кажется вот как раз таки и через и опыт регресса наверное какие-то поднимаются в глуби глубинные пласты нашей психики которые мы можем пощупать, которые мы можем увидеть и даже осознать и, например, сказать, да, вот это мой был травмирующий опыт, и я больше не хочу, например, такого опыта, и я хочу всё это исправить. Поэтому регрессию, если кому-то интересно, это, знаете, как дополнительный такой инструмент для самопознания, кому-то он очень хорошо помогает. Кому-то он не заходит и ничего, то есть он не несёт, ну, кроме как осознания, ну, то есть у человека может ничего и не измениться. Поэтому ждать, то есть вот когда все говорят, что вау, там всё, ты сходишь регрессию, у тебя жизнь изменится на 180 градусов, конечно же, не стоит, потому что всё зависит от наших рук, от наших желаний, от наших, ну, то есть от нашего воплощения наших мечт, от того, насколько мы хотим меняться, от того, насколько мы готовы меняться, вот исключительно от этого. То есть, а все инструменты, психология, астрология, нумерология, таро, да, и всё остальное, то есть все инструменты эзотерические, они нам даны для того, чтобы мы лучше знакомились с собой, и зная инструменты, да, зная, например, вот как можно использовать этот инструмент, использовали его себе во благо. Ну, пожалуй, наверное, всё, вот что я хотела сказать за регрессию. Давайте я поотвечаю на ваши вопросики. Значит, вначале, то есть я на вопросы, значит, что на вопросы? Я буду зачитывать вопрос, чтобы люди, которые смотрят записи, я всех приветствую, кто будет смотреть записи, вы понимали, на какой вопрос я отвечаю, потому что сейчас в прямом эфире вопросик есть, в записи его не будет. То есть вопрос звучит так. Седьмой дом водолей, планет нет. Правда, что в официальный брак нельзя? Ну, нет, неправда, потому что, да, скажем так, водолей на куз 57 дома предполагает, скажем, сотрудничество, да, партнёрство с другим человеком, которое будет необычным, которое будет, да, это как один из вариантов гражданского брака, но если вся ваша карта психологическая, и там есть ещё связи управителя, например, у вас может быть вполне уран связан, например, с Сатурном. Если у вас, например, сам, как скажем, канал Козерога очень выражен, планета Сатурн, то вы психологически можете не принять это. Да, обстоятельства будут вам говорить, но в любом случае нужно смотреть всю карту. То есть это не говорит о том, что всё, штамп не надо ставить, и обязательно нужно говорить, так, иди отсюда, да. У меня много очень клиентов, которые с водолеем на куз 57 дома, ну, то есть замужем, женаты и всё, ну, в смысле официально. Просто в вашу жизнь должен допускаться партнёр, с которым вам интеллектуально будет интересно развиваться, с которым вы прежде всего будете друзьями, с которым вас будут связывать общие уровни интеллекта, юмора. То есть поэтому вот нужно ещё расценивать это вот таким образом. Вот поэтому иногда бывает так, что сам человек по себе, да, то есть он до такой степени заточен на свободу, а у него там, например, куспит седьмого дома в Козероге, и всё. И катастрофа, вот, и у человека, как ему это, то есть нужно соблюдать везде баланс. И, конечно, чтобы более детально вам ответить, ну, астролог должен видеть вашу карту целиком. Поэтому не переживайте. Ещё один вопрос. Трин Марса в Деве, Сатурном, в Тельце может говорить о симпатии к мужчинам в военной форме? Да, может говорить. То есть это запрос на мужчин очень практичных, очень понятных. Мужчины – дело, мужчины государственные такие чины, мужчины – слово. Поэтому, да, конечно, то есть должны быть практические мужчины. Ну, такие вот, мужик сказал, мужик сделал, да, то есть без вот этих творческих каких-то посылов и порывов. Так, идём дальше. Дальше вопрос. О чём говорит квадрат Марса с Плутоном? О чём говорит? О том, что очень много энергии в карте у человека. Здесь, смотрите, когда… То есть и эта квадратура может быть для человека как в плюс работать, так и в минус. То есть в зависимости от того, где он её использует. То есть использует он себе на благо, например. Он человек волевой. Он использует, например, он… Ну, скажем, прорабатывает слово такое. То есть иногда люди просто с Марсом и Плутоном работают, например, вот как по предыдущим вопросам, он может работать, например, в органах. Да, он может работать, например, хирургом. Он может работать стоматологом. То есть у него может быть просто занятие связано с очень… Ну, то есть, как вы это скажем… То есть когда его деятельность связана, например, с большим вложением физических сил, либо моральных, либо волевых качеств. Поэтому вот о чём говорит. Более детально, опять-таки же, да, вы всегда будете от меня слышать, что нужно смотреть всю карту, о чём говорит этот квадрат. Плюс этот квадрат может быть, например, какой-то, ну, скажем так, вот он может быть одной составляющей частей Тау-квадратуры. И здесь тогда совсем уже будет другая история. Поэтому вот таким образом. Вот интересный вопрос. Спасибо за вопрос. Кто его задал? Вопрос звучит так. Как начать путь в астрологию? И что делали по своей карте? Как всё поменялось? То есть, да, ну, отвечаю. Как начать свой путь в астрологию? Если вас уже заинтересовала астрология, то просто начинайте читать, начинайте читать книги. Сейчас я когда начинала, были книги, были сайты, но я как-то с интернетом, с инстаграмом не была знакома. Я читала на сайтах всевозможную информацию, книги и, ну, просто читала гороскоп. Да, то есть, причём разные, друидовые гороскопы такие, и восточные, и западные, там, и ведическая астрология, всё остальное прочее. Поэтому начать вот таким образом. Если вы имеете в виду такой профессиональный путь, именно вот чтобы астрология стала вашим делом, или хотя бы как минимум хобби, которое вы хотите использовать, например, как профессию, либо же просто пока себе на благо, то здесь я в любом случае советую идти изучать астрологию с проводником. Можно выучить самому, можно начать изучать её по книгам, но систему, это, знаете, такое, это знание, вот астрология и все эзотерические знания, это, знаете, вот когда, все эзотерические знания, когда информация передаётся от учителя к ученику, то есть, и здесь очень важен проводник, то есть тот, которого вы выберете, потому что он вам поможет выстроить систему, поделиться своими секретиками, поделиться своим опытом, навыками, потому что в любом случае, когда вы будете самостоятельно, у вас будет разрозненная картина. Вы будете слушать одного астролога, вы будете слушать другого астролога, вы будете слушать разные системы, у вас ложится просто каша в голове, из которой выделить что-то главное, основное будет сложно. То есть вы будете путаться, и ничего хорошего может не выйти, потому что вы можете разочароваться. Я советую просто выбрать на начальном пути какого-то одного проводника, учителя, который больше всего импонирует, а дальше уже добирать эти знания по книгам у других астрологов, и, ну скажем так, опирайтесь на свое чутье, опирайтесь на то, как вы чувствуете, близко это вам или не близко, то, что говорит даже учитель, потому что не все то, что говорит даже ваш проводник, учитель или один, второй, третий, вы должны принимать за чистую монету. То есть это вот такая вот история. Параллельно отличный вопрос, подошел в вопросе, как понять, что есть расположенность к астрологии, как понять уран в первом доме. У моих учеников практически у всех есть аспект Луна-Уран, или соединение, или квадратура, или оппозиция, или секстиль, очень часто это напряженные аспекты. Солнце в аспекте с Ураном, пожалуйста, выделены, одиннадцатый дом, но там очень много, то есть вы можете, например, изначально не увидеть, а когда астролог посмотрит на вашу карту, он увидит там вообще такое указание, что вы действительно можете, то есть что астрология-то ваша. Вообще просто расположенность к астрологии, когда вам это интересно, когда вас это захватывает, это уже есть расположенность. Ну это как я вот считаю, потому что это действительно, просто так люди в астрологию не приходят. То есть потому что у них уже есть какая-то расположенность, их уже манит это, да, вот это манит знания, манит получение разнообразной информации, Уранисты, люди, которые хотят больше информации Хотят все это познать, хотят заглянуть в будущее Хотят спрогнозировать Иногда очень часто Уран во втором доме То есть он вообще дает заработать на астрологии То есть пожалуйста Но есть со светилами Еще Меркурий тоже как боец Солнца Если он имеет аспекты к Урану Тоже как одна из предрасположенностей Что делали по своей карте? Да много чего я делала по своей карте По своей карте я стала преподавателем астрологии Чтобы вы понимали Когда в 2018 году в момент затмения я уволилась И это был очень переломный, сложный момент Естественно я обратилась к своей карте То есть вначале я эту карту использовала Показатели как зарабатывать в качестве оптового дела То есть в качестве работы с вип-клиентами То есть которые у меня всегда были Работа в отделах всегда с некой такой припиской вип Ну так всегда получалось А потом я поняла, что когда с работой по найму Как-то все не складывается И было ощущение у меня как будто Вот знаете, меня как будто мир просто перекрыли И как будто меня работодатели просто не видят Хотя у меня было хорошее резюме У меня хорошие данные Всегда руководители отмечали потенциал некий Я там доросла до руководителя, всегда была то замом, то руководителем И соответственно, что получилось? Мир, я же говорю, наверное, приготовил мне другую участь И вот так вот астрология из хобби Она потом превратилась в профессию Когда я поняла, что ну а почему бы Ну вот если карта говорит у меня вся про преподавание Про передачу опыта Про то, чтобы я была наставником и гуру Ну для кого-то, да То есть не для всего мира Для определенного круга людей Вот так вот я использовала свою карту Плюс я использовала карту в качестве прогностей Когда открывала свою онлайн школу Потому что в солярии у меня было И в солярии, и в дирекциях у меня было четкое указание на то Что ну давай дерзай Или сейчас, то есть да Или там ты просто выпускаешь момент Поэтому вот так поменялось То есть астрология Плюс астрология как еще поменяла Я не смотрю телевизор, наверное, уже года три Ну может быть не три, может быть два И это очень здорово сохраняет нервную систему У меня поменялось очень сильно мировоззрение По отношению к себе То есть вообще по осознанию себя По чувствованию По тому, какие энергии во мне есть Что мне с ними делать То есть да Ну скажу так Я стала более гармоничным, наверное, человеком внутри Я меньше обращаюсь, парюсь по каким-то мелочам Что раньше у меня был это кошмар Боже мой, как я поеду А потом же я машину не поставлю А как, ну знаете, это было до недавнего прошлого буквально И это была катастрофа Нет, у меня просто паника Даже какие-то мелочи случаются У меня паника Сейчас я живу с доверием ко Вселенной Понятно, я волнуюсь, как и любой другой человек Но у меня уже больше это такой некой осознанности И так жить реально легче С некоторой стороны тяжелее Потому что, ну как говорят Чем ты больше знаешь, тем с тебя больше спрос Да Вот, но как для человека Мне стало гораздо легче и проще Так, следующий вопросик Вообще вопрос мне понравился Спасибо еще один Как прокачивали свой сильный Плутон Очень спасибо, что Да, так сильный Плутон Это, конечно, такой комплимент На самом деле Плутон у меня Вот, чтобы вы понимали Плутон у меня находится в слабом знаке И в слабом доме То есть он дважды слаб Ну вот так, да Если говорить по Плутону Но мои студенты, мои девочки уже знают Что мы просто так вот топорно Карту не рассматриваем Мы смотрим, насколько еще есть усиленные каналы в карте То есть, да, насколько выделены дома И все остальное прочее То есть и мой Плутон, он давал На самом деле он не всегда был сильный На самом деле он мной манипулировал Очень серьезно И очень долго Очень долго он, ну, действовал мне Скажем так, вот, да Как манипулятор в мою сторону То есть я поддавалась манипуляциям Поэтому со какой-то стороны Он давал мне силу И почему он давал силу? Потому что случались С самого раннего там детства И вообще юности Какие-то истории Такие, которые полностью меняли мою жизнь Знаете, так вот жизнь всегда У меня какие-то отрезки Жизнь, и живешь-живешь И раз, и жизнь меняется на до и после Произошло там, например, одна ситуация Разрыв с друзьями Ну, там, очень серьезный Такой, очень некрасивый поступок Прям целым коллективом Все, голова закрылась Сделали выводы То есть как-то все это переживали Очень тяжело это Пошли дальше Случилась авария с родителями Еще раз предательство друзей Все, другая глава жизни То есть вообще полностью Другая глава жизни Там еще, то есть, да Там какие-то взаимоотношения с партнером Еще, и вот, наверное Плутон в соединении с Солнцем Он является управителем у меня Гороскопа Плюс там у меня в Скорпионе Очень много планеты Наверное, вот это его усиливает И это, вы знаете Прокачивает его ситуации жизненные И, как скажем, наверное Еще один аспект такой Который не дает мне упасть духом То есть у меня есть один Очень депрессивный аспект Очень депрессивный аспект Который луну мою тиранит И есть один из положительных моментов Оптимизма И вот, наверное, этот оптимизм Вкупе с этим Плутоном Ну, дают мне как-то его прокачать Раскачать, не знаю Ну, то есть такое, знаете Философское, наверное, отношение Потом уже Когда у тебя в жизни случаются Очень серьезные события Особенно, которые касаются Безопасности твоих родных Поверьте мне, наверное Каждый человек прокачается И когда люди плачут По каким-то таким мелочам Я тоже могу там, да Но когда ты понимаешь Что есть ситуации Которые нельзя изменить Тогда уже, наверное, все прокачивается И ты уже понимаешь Ценность жизни Понимаешь Ну, то есть ценность главного Да, что это вообще фигня Вопрос там какой-то, да Ну, то есть какие-то мелочи жизни На которые мы часто Свойственны, особенно девочкам На которые мы там истерики Ногда закатываем Да, ну, такие вот Мы волнуемся Это вообще ерунда По сравнению с тем Что может быть в жизни Поэтому вот так Спасибо за вопросы, девочки Вопросы очень интересные Я поотвечаю на веточку Сейчас я посмотрю То есть какие-то вопросики Вы мне тут задавали Вот И сегодня Сегодня у нас суббота Праздник И тогда будем Я, как всегда Хочу, да Ценить и ваше время И свое То есть если вопросов нет Мы просто Пойдем дальше праздновать субботу А позиция Венера с Луна Как компенсировать? Вот смотрите Все вопросы про компенсацию Начнем с того Как это вам мешает То есть для того Чтобы понять Что нужно что-то компенсировать Нужно понять Как это вам мешает Я всегда привожу Даже своим студентам Один Очень хороший вопрос У меня есть моя Очень хорошая знакомая У нее есть тау-квадратура И вот у нее есть Оппозиция Луна Юпитер И все это сходится На вершину На Солнце То есть И это тау-квадратура Это считается Очень такой напряженной Напряженной фигурой В карте И вот эта позиция Луна Юпитер Ей нисколько не мешает То есть она Ну то есть Это дает ей Очень большой ресурс Очень большой драйв Поэтому Прежде чем Вот да Как компенсировать Нужно узнать А как это вам мешает Вам это мешает У вас есть страх Остаться без денег У вас есть страх Если вы Например Еще молоденькая девочка У вас есть страх Например родить ребенка Или например Выйти замуж Да и Ну как бы скажем Какие могут быть страхи По этой позиции Страх например Что я рожу ребенка И станусь некрасивой Или я когда волнуюсь Я заедаю сладким Я там Беспокоюсь Да Безо своей безопасности Поэтому вот так То есть Ну вот Вот в чем В чем заключается это И от этого Нужно уже плясать Когда вы разговариваете С С астрологом Астролог уже Увидит Как раскручивать Что у вас болит На самом деле Вот Поэтому Вот таким образом Поэтому не отвечу Вам У вас болит Может быть Вы реализовали Это Например В своем творчестве И вы зажигаетесь Через Красивое творчество Через красивые вещи Может быть Вы делаете Что-то дома Да Творите руками И это вас Это вот Ваша будет Компенсация Вполне Это может быть так Либо же Вы любите Наряжаться Да И вы Очень классно Помогаете Своим подружкам То же самое Поэтому Или любите На кухне Там Красотищу Наводить Вот И как-то Дизайн Да Такой Это тоже Может быть Про предрасположенность К астрологии Я ответила Дальше Вопросик Был Луна в оппозиции Луна в оппозиции В пятом доме Так Сейчас Девочки Что-то Луна в оппозиции В пятом доме А Луна в оппозиции В пятом доме А Венера В одиннадцатом доме Но опять-таки Да Я задам вопрос Как вам это мешает То есть Вам это мешает С друзьями С подружками С детьми В чем То есть Здесь получается Нужно Нужно знать Что означает Марс в квадратуре С лунными узлами Здесь такой ответ Вначале Нужно понять Если это квадратура Насколько Есть там Орбы Если это Орбы Например 5 градусов И больше То это уже Вообще Ее нет То есть Если Марс Например Является вершиной Того квадратуры И там Орб у вас 1-2 градуса То Соответственно Здесь Это качество То есть Вам могут мешать Персоны Например Какие-то Агрессивные люди Либо мужчины Могут мешать В решении Вашей кармической Задачи Они могут препятствовать Либо же Ваше качество Чрезмерно Агрессивности Или например Конфликтности А может быть Просто отсутствие Инициативности Тут нужно смотреть Вашу карту Тоже Опять таки же Может быть Например Отсутствие Инициативности То что вы Не хотите Например Как-то Брать на себя То есть Такую роль Первопроходца И соответственно Здесь получается Что вы Например Это вам мешает То есть Решить вашу Кармическую задачу Вот таким образом Может Ну вот Как-то Как-то так Как-то так Так Тут что-то Что-то еще Вопросиков Больше нет Если В общем Если есть еще вопросы Задавайте Если нет Тогда Пойду я кормить Свою собаку Потому что У меня у нее режим Я поэтому решила Выйти пораньше Потому что я вспомнила Что у меня Мой барбоссу Будет не накормлен И что И что тогда И тогда он будет Сейчас он там По двери Скулить Вот Про включенные планеты Про включенные планеты Здесь такая история То есть смотрите Про включенные планеты Если включенная планетка У вас Например Одна Одинешенька Без каких-либо аспектов Что это такое Включенные планеты У вас есть Куспит одного дома И куспит второго Сейчас я постараюсь Нарисовать Сейчас я найду Листики Сейчас я вот Как-то так порисую Чтобы вам было понятно Что такое Во включенные планеты Первый дом Ну возьмем Это второй дом Это первый Он начался с Овна Вот здесь Вот здесь Вот знак Тельца И здесь Венерка То есть смотрите Вот например Вот это вот Знакомно Да Вот включенные планеты Вот первый дом Начался в Овне А второй Потом начался В Близнецах То есть В Близнецах И вот получается Включенный знак В первом доме У нас Телец И например Вот здесь вот В Тельце Стоит Венерка В данном случае В данном случае У нас будет Вот это Включенный знак И планетки Которые находятся В этом включенном знаке Будут иметь То есть Они будут называться Включенными планетками Считается Что если Эта планетка Включенная То есть Она у нас Не имеет никаких Аспектов Она еще может Называться В этом случае В шахте То реализоваться Ей будет сложнее То есть Это не говорит о том Что все функция То есть Да Там отключена Все и вы любить Не будете И у вас нет вкуса И всего остального Прочего Ну например Если мы Венеру Рассматриваем Но если у Венеры Есть аспекты То вот эти аспекты Те планетки С которыми она имеет Аспекты Они ей помогают Вытаскивать Ее качество Вот только и всего У меня Шикарная Шикарный пример С включенными Планетами В девятом доме Это не помешало Реализоваться Моей Клиентке Героине Которая После сорока Обрела Новую профессию И после сорока Она То есть Ну вот Просто вам Да То есть Расскажу Она стала Мировым Мировым Судье Судья Мировая Судья По перманентному Макияжу В Европе То есть Она буквально За два года Ее эти планетки Которые в девятом доме Были действительно Все включенные Они до такой степени Раскачались Раскачгарились Да можно так сказать Что они понесли Понесли Ее Вверх Вверх То есть И соответственно Она сейчас Занимается Своим любимым делом У нее Шикарнейшие Работы Это действительно Какой-то талант Он раскрылся У нее Но он чуть-чуть Попозже Он после сорока У нее раскрылся Вот так вот Еще иногда Включенные планеты Если их много Например В доме Бывает так Что целый Включенный знак А там Стеллиум планет Стеллиум планет Когда там Три и четыре И более планет И тогда Конечно Человек может Искать свой путь Одно перепробовал Второе Но что-то не то Но потом То есть Вот такие чудеса Делает Вот такие Включенные знаки Включенные планетки Вот Да Спасибо Спасибо вам большое Да Ну просто вот Мне интересно Делиться своим опытом Потому что Мы же многого не знаем И это может быть Легче будет Для вас Для кого-то Принять решение Что например Да Я боюсь идти туда А вроде бы хочется И колется И понятно Что не всегда Например Вам понятно Что другой человек Там Или например Информация Не попадается вам Ну вот Я поэтому Поделилась своим опытом Это интересный опыт Там Я еще была Когда в регрессиях То есть Нам нужно было Представить себя В образе Какого-то животного И тоже очень интересно То есть Да И как правило Эти животные Появляются В соответствии С вашим темпераментом С вашим характером То есть Они показывают Какие действительно У вас есть энергии И это еще раз Вот Как по-моему Да Как по-моему Я вот Чувствую Что регрессия Это как раз Таки Вот та самая Штука Которая позволяет Нам вскрыть Наши подсознательные Пласты Вот Это очень интересный опыт Поэтому да Если кому-то Этот опыт мой Пригодился Я буду только рада Вот Да Вам тоже Всем хорошего дня Спасибо за комплименты Мне очень приятно Приходите На прямые эфиры Кто Если астролог Пользуясь случаем Приглашаю На астротренировки Очень интересно Там Я показываю Как вообще работает карта Я показываю То есть Есть девочки Астрологи Кто хочет разобрать Карту Например Свою И выступает В качестве Астролога Консультанта И он То есть Как будто бы Он рассказывает Это клиенту Кто-то приходится С своим кейсом Ему что-то Астрологи сказали Что он Теперь боится И он понимает Что брака не будет Или работы не будет Или денег И мы с этим разбираемся Мы показываем Что все это неправда Что можно вот так Реализовать свой потенциал Количество аспектов Венеры говорит Нет Это неправда Количество аспектов Венеры Не говорит о количестве Браков У нас есть в карте Управитель брака Седьмой дом У нас есть знак На куспе Седьмого дома У нас в принципе Есть сама личность Психологическая Которой может быть Иногда нужно Какие-то Такие Истории Обновлений Поэтому нет Венера не говорит Венера говорит За отношения Как мы хотим любить За отношения К деньгам За отношения За наше Восприятие Как бы мы хотели Дарить свою любовь Как бы мы хотели Ее получать Что нам нравится В конце концов То есть Вот такие вот вещи Так Ну что Вопросиков нет В принципе Мы Да Практически час Практически час Проболтали Проговорили Поэтому Можно мне На разборку К вашим спецам Значит Смотрите Да Вы можете Заявиться с кейсом Например Если вы кому-то Уже обращались К астрологам Или кому-то Вы можете сказать То есть Что у меня волнует Вот такой-то вопрос У меня По ссылке В шапке профиля Есть группа Астротренировки Вступайте туда Там условия Есть Там отзывы Девочек Кто участвовал Уже в астротренировках Ну чтобы я Не голослована О вас Да Что вы просто Почитали Что девочки Находят Вот на таких Разборах Для себя Поэтому Вот таким образом Ну что Россиян Да То есть Россиян Поздравляю С днем В России Сегодня Да День независимости А всех остальных Поздравляю Просто с хорошей Субботой У нас Я из Ростова На Дону У нас сегодня Такая хорошая Солнечная погода С небольшим дождем Такая вы знаете Как Как апрель Вот Поэтому Всем желаю Хорошего вечера Всем желаю Хороших Таких интересных Экспериментов Работайте с собой Узнавайте себя И когда себя Узнаешь Гораздо проще Принимать себя То есть Гораздо проще Знаете Прокачивать Свою самооценку Это вот да То есть Вы просто понимаете Где у вас болит И вы уже потом Не позволяете Кому-то давить На ваш больной мозоль Кроме вас самих Все Всем пока Все Спасибо большое За то что пришли За то что задавали вопросы За то что меня читаете Мне очень приятно И я иногда То есть отвечаю На ваши вопросы И мне тоже хочется Быть для вас полезной Все Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok